Всероссийское общество охраны природы в подмосковном Можайске. Здесь, посреди полей и лесов, прямо под забором у местных жителей, вот уже много лет растет несанкционированная свалка. Да что там свалка? Целый полигон. И мало того, что владельцы полигона свозят туда отходы, они их еще и сжигают под покровом ночи. Никому нет дела до людей, которые не могут уснуть из-за запаха гари и буквально задыхаются от жуткой вони с мусорных пепелищ. И, конечно, в этом дыму жить – это очень тяжело. Каждую ночь мы не можем открыть окна, у всех аллергия, дети страдают. Все, что горит, горит, что не горит, закапывают. Каждый день по три машины в день приезжают мусорные. Это в 9 утра, в 3 часа и в 7 вечера мы это определили. Соответственно, они все с бытовыми отходами. Со слов жителей, вот уже 20 лет они не могут найти никакое право на нарушителей. Поэтому мы были вынуждены всем своим миром обратиться к вам, чтобы вы помогли нам решить. Это не только наша проблема, это и проблема всей округи. Там есть пруд, в нем жили бобры. Бобры умерли. В пруду нет даже рыбы, даже ротанов, которые водятся в любой канаве, по-моему. Владелец свалки по имени Георгий, узнав про инспекцию, перегородил дорогу своим автомобилем и даже вызвал наряд полиции. Вел он себя как настоящий хозяин жизни. Размахивал руками, сыпал угрозами и даже пытался командовать сотрудниками полиции. Вот только предъявить экологам нарушитель так ничего и не смог. Наверное, Жора забыл, что это он, а не съемочная группа Экорейда незаконно сваливает груды мусора и сжет его под окнами у местных жителей. Почему это происходит, мы не можем понять. Хотя обращаемся постоянно за помощью, куда только не обращались. Быть хозяином жизни – это прекрасно. Вот только когда ты решаешь стать хозяином не только своей жизни, но и других людей, лишая их права спать по ночам и дышать свежим воздухом, ничем хорошим это закончиться не может. Учитывая, что собственник Земли завуалированно начал угрожать нам проблемами, я думаю, что самое разумное будет подключить сразу природоохранную прокуратуру, а заодно и местный отдел полиции пускай проверит служба внутренних расследований. И мы в рамках проекта Экорейд сделаем все возможное, чтобы нарушитель понес законное наказание. Субтитры создавал DimaTorzok